Продолжение следует... Вот домики наши, сталинские. Это самый верхний уровень. Я думаю, наверное, все-таки считается снизу, с первого по четвертого, это значит четвертый уровень. Вот так построены все домики до конца, вот до гостиницы Словакии идут все, вот они в одном стиле. Эти дома такие величественные, опять же специально были так построены, в таком стиле, чтобы производить впечатление на костей туристов, прибывших в город Саратов. Так, а это вот до этого я была на Нижней Олейке, я еще спущусь. Вот здесь также такие балкончики со скамеечками. Можно отдыхать. Кто-то повесил замочки молодожены. Вот здесь вот я вам говорила, вот видите, вот это где зеленая травка, сейчас немножечко это запущено, но когда-то здесь были вот эти вьющиеся красивые растения. По-моему, это был дикий виноград, я не помню же, очень красиво это все выглядело просто впечатлительно. И мы с детьми, я помню, лазили по этому винограду, мы использовали как канаты. Вот такие веселые детки мы были. Ну что ж, продолжаю прогулку по верхнему ярусу. Так, друзья, вот остановочку я сделала в этом домике, сейчас это ресторан. Когда-то здесь находился очень классный магазин, назывался он Лакомка. Там можно было купить всякие разные сладости, пирожки, пирожные. Мы когда были маленькие, мы любили, это был наш любимый, самый любимый магазинчик. Мы бегали туда и покупали конфетки и пироженки. А теперь это ресторан. Вот, все, больше нет там сладостей. Так, я здесь сделала опять остановочку. Опять здесь, видите, ступенечки на нижний ярус. Хотела показать этот памятник. Построили его в 2010 году. Это сравнительно новый памятник. Я его, кстати, вижу вот так близко в первый раз. Да, давно я не гуляла вот именно здесь, по этим местам. Ну вот, он построен для одноклассников. Как бы, по-моему, в честь последнего звонка. Да, и теперь, говорят, это любимое место школьников, выпускников. Любят здесь встречаться. Особенно в последний звонок. Вот, так что вот еще один памятник у нас теперь здесь есть. Это у нас вот на аллейке второй ярус. Или это третий ярус. Вот я, честно, не знаю, как здесь у нас считается все-таки с первого по четвертый, если это последний ярус, или это первый ярус с жилыми домами. Что-то как-то никогда не было интересно, какой по счету, где какой. Вот, здесь также ступенечки все. Так, ну, решила я спуститься поближе все-таки, посмотреть на этот памятник. Все-таки я уже давно не была в этом месте, этот памятник вижу впервые, поэтому решила подойти немножечко поближе, посмотреть на него. Вот такой он памятник. Вот, любимому городу от банка «Экспресс Волга» 25.05.2010 года. Вот такой памятник подарил «Экспресс Волга» городу. Сейчас аллейка с цветочками. Так, ну, дальше у нас вот там ресторан это был, сейчас, наверное, так же и остался. Видно. Решила я спуститься на этот уровень. Конечно, столько уровня обойти за несколько минут, знаете ли, невозможно. Но это надо время. Вот он, наш красивый вид на мост, который соединяет правый-левый берег. На той стороне у нас находится Энгельс. А между Энгельсом и Саратовом городской пляж. Это такой островок. Очень, вот не знаю, не видно мне здесь камеру, показываю, вот он островок этот. Был очень замечательный пляжик городской. Мы обожали туда бегать, по мосту. Так, по-моему, у нас наш мост 3 километра длиной. Опять не буду ее обманывать. Мы вот ходили, да, вот по мосту, ходили до этого пляжа, потому что до туда ни на чем не наберешься. Ездил раньше троллейбус, остановка была, потом запретили. Поэтому только единственный способ был дойти либо на катере, но, знаете ли, катера не у всех были. Раньше ходил также теплоходик туда, потом в 90-х годах где-то, когда произошла вся эта разруха, катерок перестал ходить. Поэтому мы бегали туда пешком. Все по мосту при солнце обгорали. Вот такие мы были сумасшедшие дети, волжские. Бегали по мосту, сгорали на этом мосту, чтобы насладиться купанием Волги. Так, ну да, это также у нас ресторанчик Шамсун. Уже так сравнительно давно, не помню, я тоже, по-моему, где-то в 90-е годы он появился. Вот этого причала, я не помню, его не было. Наверное, его недавно построили. Здесь... Также можно было, некоторые бегали сюда купаться, но мы здесь никогда не плавали. Почему-то любили больше бегать туда, к ротонде, на бабушкин взвоз. Здесь тоже вот сделали цветочки очень хорошо. Какое-то время, конечно, было это все в запустении. Никаких ни цветочков, ни лавочки все были поломаны. Все, смотрю, сейчас так очень хорошо. Сделали, украстили. Это очень радует. Конечно, нет тех роз, которые раньше цвели. Очень красиво. Может быть, есть, может быть, они уже отцвели, я не знаю. Но сейчас на данный момент вижу только такие цветочки маленькие. И то хорошо. Это радует. Ну так, я здесь вот все на этом уровне. Дошла до главной нашей лестницы. Сейчас буду подниматься по ней. Она, как бы, это посередине лестницы находится. Мы ее считаем всегда главной. Потом я опять спущусь. Как я говорила, набережная очень большая. Поэтому, я говорю, за несколько минут ее просто не обойдешь. Здесь видно кусочек гостиницы Словакии. Поднимаюсь я. Эта площадь называется Федина. Константина Федина. Здесь ему должен быть памятник. Он сидит. Никуда не ушел тот. Ну, тот, который сидит. Помню. Здесь также у нас балкончик. Ну, в общем, вот она площадь наша Константина Федина. Здесь такое очень... Также очень все хорошо идет, видите, под склоном. Это каскад фонтанов. Также одно из мест встречи. Назначение свиданий. Для тех, кто не знает. Но это, наверное, раньше было. Сейчас, я думаю, это уже не место встречи. Не знаю, встречается здесь молодежь или нет. Наверное, памятник одноклассникам. Все-таки та она для молодежи больше теперь. В наше время этого памятника не было. Вот такой красивый каскад фонтанов. Думаю, также на фотографиях можно увидеть. Город Саратов представляется вот с этими фонтанчиками также. Там вот параллельно это улица Чернышевского. Вот видно опять там свадебки у нас, свадьбы летят. Здесь также продолжаются дома вот в этом одном сталинском стиле. Уже видите, как украшены, так как это основная площадь здесь. Уже вот домик более украшен. Здесь вот где как раз была лакомка, наша любимая кафешка. Магазинчик тогда в то время. Вот здесь такой вид. Когда-то ресторана не было. Было просто видно Волгу. Острова. Кораблики мирно проплывающие. Ну что ж, я иду дальше. Да, продолжаю поход, рассказ.